Автальмологи Приморья отметили свой профессиональный праздник, да так, чтобы и у пациентов, что называется, глаз горел. В честь Дня Автальмолога во Владивостокский клиникодиагностический центр приехал самый настоящий гусляр Ярослав, а известный в городе художник Борис Цой подарил центру 30 своих картин. Наверное, в каждом учреждении, даже 19 века, всегда были картины, которые каким-то образом помогали душевному покою людей. И картины, и здоровье являются неотъемлемой частью жизни человека. Таким необычным образом сотрудники медцентра решили обогатить свое офтальмологическое отделение духовным и возвышенным, ведь автор использует при создании работ иконопись. А это особый вид живописи, предназначенный для создания священных изображений, в народе икон. Наш коллектив решил отметить его, ну, как-то так, по-особому. И этим особым стала наша дружба с художником Борисом Цоем, который и прежде участвовал в наших проектах. Этот проект длится несколько лет. Проект носит название «Видеть прекрасное ты можешь». Поздравить медиков, возвращающих людям зрение, пришли не только музыканты и художники, но и работники несколько другой отрасли – законотворческой. Из городской думы с поздравлениями приехала зампредседателя Елена Новицкая и от души пожелала медицинским работникам всех благ. Мы поздравляем всех моих коллег, врачей, средний медицинский персонал, которые работают в этой сфере с профессиональным праздником. Это действительно очень важная, нужная профессия, специальность, которая возвращает людям возможность видеть прекрасное. День офтальмолога – не просто профессиональный праздник. Медики напоминают, что это повод сходить к врачу и проверить зрение. Ведь некоторые даже очень тяжелые глазные болезни можно предупредить или захватить, так сказать, в зародыша. А в городском медцентре пациенты в этот день могли сполна насладиться не только качественной медицинской помощью, но и музыкой вместе с живописью. Евгений Черемухин, Битрий Сухоруков. Новости на восьмом.